Добрый день, друзья! Я приветствую на своем канале всех любителей фарфора. И сегодня у нас на обзоре две статуэтки, приобретенные мной на днях. Итак, начнем! В советские времена все фарфоровые заводы выпускали серии статуэток по нескольким направлениям. Популярными были статуэтки серии «Счастливое детство», «Сказки», «Литературные персонажи». Также популярным и обязательным направлением были статуэтки, раскрывающие такую тематику, как национальность, быт, культура и одежда своего народа. Сегодня у нас на обзоре две фарфоровые статуэтки двух украинских фарфоровых заводов. Киевский фарфоровый завод и Полонский фарфоровый завод. Давайте же рассмотрим их поподробнее. Первая статуэтка – это статуэтка Киевского фарфорового завода. В простонародье она называется «Мужик с петухом». Была она изготовлена по мотивам песни «Я келпана служив». Статуэточка эта была выпущена лимитированным выпуском. Здесь мы видим, как изображен мужик, который сидит и смотрит на петушка. Уставший, смешной такой с усиками мужичок. Изготовлена статуэточка в украинском стиле. Мы видим, как он полностью здесь выдержан. Видим это по одежде, по композиции. Настоящий украинский мужик, который сидит на заваленке где-то и смотрит на петушка и не знает, что с ним делать. Изготовлена была эта статуэтка по Щербине Владиславу. Много статуэток этого автора вы еще видите в моих обзорах. Очень талантливый скульптор, который работал на нескольких заводах. И по его эскизам были сделаны большое количество красивых статуэток. Статуэтка небольшая, всего лишь где-то в районе 12 сантиметров. Обратите внимание на клеймо, буква К, такой книжки. Это в простонародье называется клеймо «Книжка». Говорит нам о том, что это 60-70-е годы. Статуэтка это каталожная. В каталогах цена ее 120-150 долларов. Завышенная на сегодняшний день, так как на платформах Виолити такую статуэтку в идеальном состоянии. Можно приобрести за 500-600 гривен. Здесь красивая надглазурная роспись мы видим. Золочение. Красиво подобраны краски. В общем достойная статуэтка, которая займет у кого-то достойное место в его коллекции. Сейчас она выставлена мной на платформу Виолити. Можете понаблюдать, за сколько она будет продана. Вторая статуэточка на обзоре, тоже полонский фарфоровый завод. Называется она «Девушка Утына». Здесь мы видим также выдержана украинская тематика. Девушка в красивом сарафане. Украинские рисунки, орнаменты на одежде, под пояса на пояском. Намыста у нее такое на груди. Чернявая, с голубыми глазами. Очень красивая статуэтка. Какая у нее красивая, длинная коса. Раньше всех девушек украинских были большие, длинные косы. Вот такая юбка до пола. Из предыдущих моих видео, вы уже, наверное, понимаете, что это за клеймо. Это полонский фарфоровый завод. 70-е года. Второй сорт. Итак, сегодня на обзоре у нас были две очередные статуэтки. Я надеюсь, вам понравился обзор. Вы подпишитесь на мой канал и будьте дальше наблюдать за моими видео. А сейчас пока-пока.